Буквально несколько часов назад закончилась презентация Samsung Galaxy Unpacked 2019, и мы спешим рассказать вам о всём, что показала компания Samsung. Меня зовут Кирилл, а вы на канале Копипаста. Усаживайтесь поудобнее, сейчас мы расскажем вам всё о свеженьких гаджетах корейского гиганта. Ну и лайк с подпиской за скорость не забудьте. Поехали! Началась презентация с трейлера гибкого смартфона Samsung Fold, который просто порвал зал своим внешним видом. Глядя на все предыдущие концепты, никто не ожидал, что он будет настолько красивым. Смартфон имеет диагональ 4,6 дюйма в сложенном состоянии и 7,3 в разложенном виде. По заявлению Samsung, механизм выдерживает около сотни тысяч раскрытий. Samsung Fold будет доступен в четырёх цветах – Cosmos Black, Space Silver, Martian Green и Astro Blue. Samsung Fold – это премиальное устройство для кучи задач. Смартфон поддерживает трёхоконный режим работы в разложенном состоянии. Переход между режимами происходит мгновенно в реальном времени. Это стало возможным благодаря работе с Google, Microsoft и другими гигантами IT-индустрии. Смартфон оснащён стереодинамиками АКГ для крутого и объёмного звука. В Samsung Galaxy Fold установлено 12 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт EUFS внутренней памяти, которая поддерживает воспроизведение видеоконтента вплоть до 8К. За работу отвечает 7-нанометровый процессор, марку которого не назвали. В смартфон установлено две батареи общим объёмом 4380 мАч, работающие как одно целое. Samsung Fold имеет три камеры спереди и три камеры сзади. После этого была показана реальная работа устройства. В сложенном состоянии Samsung Fold выглядит не так презентабельно, как показалось в трейлере, но на вкус и цвет. Сканер отпечатка пальцев установлен на боковой грани устройства. В продажу поступят две версии Galaxy Fold с LTE и 5G. Старт продаж 26 апреля в США. Цена от 1980 долларов. Хм, бешеная цена, но крутое устройство. А как вам Samsung Fold? Ваше мнение жду в комментариях. Далее SEO компании включил трейлер нового смартфона Samsung Galaxy S10. И зал замер в ожидании. В трейлере показали процесс реверсивной беспроводной зарядки и сделали акцент на тройной основной камере. Всё, как и сообщалось в множественных утечках. Экран смартфона стал полностью безрамочным и получил название Infinity-O-Display. Никаких чёлок. Всё серьёзно. Фронтальные камеры, как и ожидалось, поселились в вырезе. А сканер отпечатка пальцев стал встроенным в экран. Яркость возросла до внушительных 1200 нит. А цветопередача по заверениям Samsung является лучшей в мире. В S10 установлен первый в мире ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Также показали премиальную версию Samsung S10+. Чёрная и белая керамика. Далее речь пошла об основной камере. По заявлению Samsung, новинка способна делать фотографии на уровне профессиональных камер. Ну и разумеется, камера смартфона оснащена искусственным интеллектом, который распознаёт сцену и подбирает цвета в соответствии с оптимальными значениями для каждого отдельного снимка. И делает подсказки, как сделать композицию лучше. Вот это реально здорово! S10 – первый в мире телефон, который записывает видео в HDR10+, что позволяет добиться более широкого динамического диапазона. Также рассказали, что специально для Samsung был полностью оптимизирован пакет Adobe Premiere Rush, способный работать с видеозаписями HDR10+. Это круто! Монтировать видосики для Инстаграма можно прямо на смартфоне. Будет доступна цветокоррекция, наложение текста и множество других инструментов. Звучит вкусно. Потом нам показали работу фронтальной камеры Galaxy S10+, которая поддерживает портретный режим. После чего на сцену позвали SEO Инстаграма, который рассказал об оптимизации камеры приложения специально для корейского флагмана. Показали это на примере селфи с SEO Samsung. Любителям постить фоточки в Инстаграм данная фича точно зайдёт. Помимо Инстаграма, разработчики смогут встраивать инструменты камеры Samsung в свои приложения при помощи специального SDK. А это значит, что снимки внутри приложений будут такими же крутыми, как и в родной камере Samsung. Далее нам рассказали о производительности Galaxy S10 и поддержке всех современных игр. Смартфон будет оснащён до 12 ГБ оперативной памяти, а это больше, чем во многих современных ноутбуках. Слот для microSD остался и поддерживает карты до полутора терабайт. S10 будет первым смартфоном, адаптированным для работы с движком Unity. А это значит, что игры будут идти просто идеально. В старшей модели установлена батарея объёмом до 4100 мАч, что обеспечит на 25% больше автономности, чем предыдущий S9. Как и сообщалось ранее, S10 получит поддержку реверсивной беспроводной зарядки. Так что теперь при помощи смартфона можно будет зарядить часы, наушники и другие телефоны. Samsung S10 – первый в мире смартфон с поддержкой технологии Wi-Fi 6. Неплохой задел на будущее. Новинки поступят в продажу 8 марта по следующим ценам. 68 990 рублей за Galaxy S10 в цветах Onyx Aquamarine Perlamutre, 76 990 рублей за Galaxy S10 Plus в цветах Onyx Aquamarine Perlamutre и 124 990 рублей за Galaxy S10 Plus в керамическом корпусе чёрного и белого цветов с 1 терабайтом встроенной и 12 гигабайтами оперативной памяти. За предзаказ смартфонов покупатели получат новые беспроводные наушники Galaxy Buds белого цвета. Кстати о них. Нам также рассказали о вакуумных беспроводных наушниках Galaxy Buds. Они доступны в трёх цветах, а сделаны компанией ЭКГ. В ушах установлен адаптивный двойной микрофон для того, чтобы речь звучала громче и чище. Наушники работают до 5 часов в режиме разговора и до 6 в режиме прослушивания музыки. Также работает фича Hello Bixby, но на русском увы пока облом. Кейс поддерживает беспроводную зарядку и может заряжаться от смартфона. Galaxy Buds будут доступны в продаже в апреле по цене 9 990 рублей. Устройства будут доступны в цветах Onyx, сливки и цитрус. Далее нам показали Galaxy Watch Active и Fit. Последний, похож на Mi Band 3 на стероидах, выглядит очень-очень круто. Часы поддерживают давление до 5 атмосфер, что позволит не снимать устройство во время плавания. Просто потрясающе. Galaxy Fit работает неделю на одном заряде. Вот это сильно. Тут Самсунгам респект. Далее нам показали экосистему Samsung. Новые БАЦы подключаются к устройствам Samsung так же удобно, как AirPods у Apple. Ура! Если звонок приходит на телефон, ответить можно на планшете. Далее нам показали, как заряжаются БАЦ лёжа на S10, затем это же показали на Samsung Active. Также был представлен Galaxy S10 5G. Первый смартфон Samsung с поддержкой сетей пятого поколения. Он оснащён самым большим в истории линейки Galaxy S 6,7-дюймовым дисплеем Infinity-O. На обратной стороне у него целых 4 камеры. Помимо трёх сенсоров, как в Galaxy S10, добавлен модуль для съёмки 3D-изображений с использованием функции Video Live Focus и Quick Measure. Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 4500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Далее долго рассказывалось о сетях 5G и их преимуществах. Первым оператором в США станет Verizon. Будущее идёт к нам 7-мильными шагами. И под конец на сладенькое нам рассказали о техподдержке 24 на 7 для пользователей Samsung. А как тебе презентация Samsung Compact? Какой гаджет из всех тебя впечатлил больше всего и почему? Расскажи об этом в комментариях. Ну а я по-прежнему Кирилл, а вы на канале Копипаста. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok